Всем привет дорогие подписчики и гости канала с вами снова Зарбаба и мы продолжаем проходить игру Ведьмак. И так нам надо отправиться на место где видели Стрыгу возле ледяной башни. Так, куда мне бежать-то? Куда бежать-то? О, блин, тут завал. Вряд ли получится. И здесь завал. Что ж ты будешь делать-то? Завалы везде. Так, а мне как раз... Мне как раз в ту сторону. Отвалите, сволочи. Так, ну, наверное... Здесь я не попаду. Да, точно. Так, а мы ищем трупы. Кстати, у нас здесь Калькштейн рядышком. Давайте к нему в гости зайдем. А потом уже займемся Стрыгой. Так, 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 так. Калькштейн где-то здесь. Вот он он. Так, двойной крест Альзура. Эту книгу мы уже читали. Ну, в принципе, там мне и складывать уже некуда. Так. Калькштейн, наверное, внизу. Нету нифига его здесь. Во, блин. А где же тогда мне его искать, этого Калькштейна? Хм. Интересно. Так, стоп. Только что здесь были какие-то наемники. А, вот они. Да вот пытаясь Калькштейна найти. Не знаете, куда делся? Так, ну давайте сразу, может быть, его сюда. Нельзя. А сюда? Жалко. На 20, на 10. Так, Калькштейна нет. Может быть, он днем появится? Мастер! Расскажи мне еще про эту Стрыгу. Что ж тут скажешь? Стрыга, она Стрыга и есть. Ты ее видел? Честное слово. Нет. Прощай. Так, ну давайте заходить. Это Стрыга с мечом. Мутант какой-то. Ничего себе. А, купить. Отойди, Геральт. Нифига себе. Обалдеть. Засранец. Вот это не похоже на Стрыгу. О, купить. А, вот и Калькштейн. Зараза, я тебя искал. Наконец-то. Чудовище погибло. Что ты здесь делаешь? Говорили, солдаты пытаются Стрыгу убить. Вот и мне захотелось взглянуть на знаменитую визимскую принцессу Стрыгу. Правда, это вовсе не Стрыга. Сижу очень интересный экземпляр. Успокойся, Калькштейн. Я заплачу солдатам, чтобы они отнесли останки в мою лабораторию. А там я... Постой-ка. Если это не Стрыга, то кто это? Уж точно это не пузатый трактирщик-насибочка. Плод алхимии, генетики, биологии и черной магии. Мутант. Как и ты сам. Мне не терпится исследовать это существо. Как и я. Вроде того. Магия и алхимия ускоряют процесс мутации. Побочные эффекты выходят из-под контроля. Это нечто очень мощное и быстрое. Это кто у нас здесь сидит? За Калькштейном. Кажется, я знаю, кто за этим стоит. Ты в курсе, откуда взялось это существо? Солдаты сказали, оно появилось с кладбища на болотах. Слушай, я взял этот цвиток, думая о Стрыге. Но тут может быть лучшая добыча. Если собираешься убить Стрыгу, то по этому рецепту надо приготовить мощный эликсир. Саламандры позволяют себе жуткие вещи. Ускоренные мутации и эксперименты на людях – дело грязное. И все это делается на основе ведьмачьих тайн. Которые вы хранили годами, не поддавшись ни одному соблазну. Поздравляю. Хорошо. Но как насчет настоящей Стрыги? Если солдаты ошиблись, я слышал слухи, что на болотах творится что-то неладное. Что за слухи? И покороче. Говорят, у старой часовни найден чей-то труп. Кишки что-то растащило на всю длину. То есть 6,5 и... И полтора метра. Спасибо. Так, а что в итоге? Угу. Только теперь я могу поговорить с Шаней. А, труп я не могу обыскать. Блин, у меня некуда складывать. Вот жесть. Ну давайте что-нибудь съедим. Жажда Стрыги. Ну это если я ее убью. Блин, убивать я не очень-то ее хочу. Хочу оставить ее живой. Так, мне бы, конечно, бы какой-то торговца найти, но что-то, я думаю, здесь с этим будет проблематично. Так, ну и в итоге-то что? Вернуться мне к Шане? Так, ну это потом. Так, а что у нас там с Калькштейном? Зубы-то далековато. Так, где на болотах? А это куда? О, это тоже куда-то. Неизвестно. В неизвестное направление. Так, доспехи. Угу, вот. Калькштейн, давайте заглянем в гости рядышком здесь. А потом уже отправимся к Шане. Так, вот он Калькштейн. Бухает. О, с тобой можно поторговаться. Так, так, так. Пока это оставим. Я бомбы не делаю, так что это можно продать. Селитра тоже, основа для бомб тоже продаем. Жир оставляем. Клыки, не знаю, может быть, как раз эти понадобятся. Так что, наверное, мы оставим пока. Продавать не будем. Книги, рецепты тебя не интересуют. Очень жаль. Это я уже читал, это я читал. Самум. Формулу коричневого масла. Кстати, давайте попробуем вот это вот купить. Шестьсот аж, ничего себе. Так, это у нас что? Чеснок. Хм. Чеснок, говоришь. От вампиров, говоришь. Я бы, конечно, взял бы. Пи-3, который увеличит силу знаков Ведьмака. Давайте тоже приобретем. Это читали, читали. Так, то, что читали, брать не будем. Ну, вроде все. Так. Вызывает кровотечение из ран противника. А, это масло, блин. Я думал, это как раз смазь делать. Зелья Пи-3. Так, ну-ка, еще раз его поторговать. Геральт. Блин, обратно ему продать нельзя, к сожалению. Его это не интересует. Жалко, жалко, жалко. Геральт. Тебе что-нибудь известно о доспехах Ворона? Любопытная легенда для ученого. Там немало информации о технологиях гномов. Ты сможешь воссоздать доспехи Ворона, если я достану тебе необходимые компоненты? Хм. Да. Но мне понадобятся кое-какие мелочи. Доспехи графа Кобуса Руйтера, погибшего в битве под Бренной. Его тело вместе с доспехами покоится в одном из склепов на кладбище. Кладбище на болотах. Кобус Руйтер. Нет проблем. Что-нибудь еще? Свитки эльфийского барда. Опять же, поискать их стоит на кладбище. Разграбить могилу эльфийского барда. Что-нибудь еще? Там же на болотах ты увидишь старую пещеру. Ее занимают беженцы. В ней ты найдешь невзрачный, на первый взгляд, камень, чувствительный к магии. Я немного разбираюсь в магии. Если использовать соответствующую последовательность знаков, камень откроет тайный ход в лабораторию знаменитой чародейки Агнес из Гланвиля. Любопытно. Будь осторожен. Наверное, там гнездятся какие-то чудовища. В лаборатории найди сундук, а в нем магическую формулу. Принеси мне эту формулу, и я изготовлю для тебя ведьмачьи доспехи. И какие же знаки я должен использовать? Аарт, Игни, а затем Аарт. И никому об этом ни слова. И, конечно, тебе понадобятся доспехи ворона. Так, понятно. У нас опять появляется куча заданий. Так, еще поговорить можем? Геральт. Король просил меня разобраться со Стрыгой. В свое время меня очень интересовали вампиры. К сожалению, мне так и не удалось изучить живой, если так можно сказать, экземпляр. Чтобы победить Стрыгу, необходимо провести ночь возле ее логова и при этом остаться в живых. Советую тебе запастись оружейной смазкой, особенно серебряницей и кринфридским маслом. Ваши знаменитые ведьмачьи знаки также могут помочь. Ирден, к примеру, может на короткое время остановить принцессу, если она совсем озвереет. Колькштейн, я хотел спросить. Да? Пока ты исследовал процесс мутации, тебе не удалось найти лекарства от бесплодия? Мне очень жаль, Геральт. Так я и думаю. Ну, бывай. Так, ну, бывай, нет. Давайте сначала мы поспим. Геральт? Воспользуемся моментом. Таланты у нас есть, талантов нет. Белая чайка. Так, теперь мне нужна... Ласточка. Но я ее делать, к сожалению, не могу. К большому сожалению. Так, ну давайте еще сделаем белую чайку. Так, и давайте до рассвета. Так, мне полагается Некуда складывать Чтобы можно Съесть такое Так, ну и где белая чайка? Так, ладно, берем следующее задание Ну вот по карте все это далековато Пролом в стене Это все там Так, ну давайте Это да, наверное Поговорим с Шаней теперь Кузнец у нас тут недалеко Так, какова ситуация Днем Ух ты Сементавр Ра, нажал, блин Так, ну идем К Шане И где-нибудь опять тут дерутся Все еще Блин, блин, блин Так, это Зараженный мужчина В этом проклятом бардаке Не хватало только ведьмака Стоп А где лечебница? Уууууууууууууу Я вообще далековато ушел Вообще не в ту степь По идее, наверное, вот эта лечебница, да? Да, точно Но войти только в одну сторону могу Что случилось со Стрыгой? Ложная тревога Какой-то мутант нападал на солдат Помощь нужна? Не больше, чем всем остальным Позволь мне решать Шани Ты цел? Ты не боишься членов Ордена или эльфов? И те, и другие могут подумать, что ты лечишь их врагов Для меня они не враги, а просто ранены В нашей лечебнице расы и политические убеждения не имеют значения Я это поняла под Бренной Русти лечил и нильфгаарцев, и своих Даже прикрыл пациента своим телом, когда появились эльфы Когда они придут сюда, надеюсь, мне хватит смелости защитить моих больных Уверен, что хватит, Шани Хотя я бы предпочел, чтобы ты бежала, а не пыталась жертвовать собой Приятно слышать А почему ты мне это говоришь? Милители, что это за звуки? Ну что, бойня? Вижу, вы людей лечите Мы их ранили, чтобы они умерли А вы их лечите? Странная логика И совершенно не в наших интересах Вон из моей лечебницы Можете сколько хотите убивать друг друга на улицах А сюда соваться не смейте Шани, берегись Убейте, Донни Я тебя зову Ну вот Где логика, блин? Убейте, донни Ну? Отлично. Фух. Они хотели убить раненых. Как можно так низко пасть? Я видал вещи похуже. Спасибо тебе от имени всех моих пациентов. Нет проблем. До встречи. Прощай. Да нет, не прощай. Что происходит? Вы опоздали. Нападавшие уже мертвы. А теперь прошу, уходите. Вы пугаете раненых. Арестовать и допросить всех нелюдей. Кто дал вам такой приказ? Наш командир Белая Райла. Взять их. Ты что, идиот солдат? Уходи отсюда своими ногами, или тебя вынесут ими вперед. Умри, чудовище. Да, что у вас. Да куда-нибудь бей в кого-нибудь, Геральт. Блин. Позор человеческой расы. Другие... Да. 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 ну давай геральт ну вот это бойня да бей ты кого-нибудь а что такое а вообще разучился драться геральт еще наконец то мне нужно выпить поверить не могу что они хотели нас убить нужно помощь мне нужно добраться до кладбища на болоте там можно найти друидов без друидских лекарств половина этих несчастных не доживет до утра отлично мне тоже туда надо проберемся идем через черный ход так мы избежим боя хух ну идем это что такое беречь и хвост мы все плохие новости я уже заглядывал во двор другой дороге нет а это кишмя кишит трупоедами это не проблема так ладно это непроявляемо да что такое блин геральт я но ты мне не нравится когда тупишь блин и и мы и и и и Защищайся! Даже после битвы под Бренны их столько не было. Они уже несколько месяцев кормятся трупами жертв чумы. Их привлекло зарево. Там их еще больше. Так, где еще? Может это не наилучший путь? Если уж выбирать, я скорее предпочту встретиться с чудовищами, чем вмешиваться в чужую драку. Значит это наш единственный путь. Идем. Вы каждый раз будете устанавливаться, Брен? Брен! Брен! Ну, давай, давай. Давай, давай. Фу. Есть. Держись, я вижу брешь в стене. В какой стене? Куда ты бежишь? Так, ладно. Брешься нет, а получается мне все равно здесь надо, да? Я не понимаю, что ты так тормозишь-то, ё-моё. Ну, давай, давай. Давай. Фу. Так, ну все, идем. Я тут нехило почистил так. Ну, а здесь собирать можно останки-то? Так, бежим. Ого. Договариваться, что ли? Все, кранты. Пора убираться отсюда. Теперь ей уже ничто не поможет. Скоро будем на болоте. Там должно уже быть безопаснее. Боже мой, как страшно, аж поджилки трясутся. Ты храбро себя вела. Без тебя я бы этого не сделала. Куда тебя сопроводить? У меня есть несколько дел. В пещере друидов неподалеку отсюда я буду в безопасности. Окей. Задание выполнено? Да ладно. Так, Шанни мертва, что ли, получается? Оооо, сколько тут, блин, этих. Обалдеть. Вот это тебе безопасный, блин, путь. Пылающая роза. Ведьмак, ты в порядке? Я жив. Ты прибыл как раз вовремя. Тебе повезло, что мы проходили мимо. Я Яков из Альдерсберга, великий магистр ордена Пылающей Розы. Геральт из Ривии, как ты заметил. Ведьмак. Я знаю, кто ты. И я знаю о твоих делах из очень достоверного источника. Будь добр, объяснить. Геральт из Ривии просит у меня объяснений. Тот самый Геральт, который всегда так щедро осыпает других своей мудростью. Извини, что не смеюсь. Не из неуважения. Просто шутки не понял. Ничего я не собираюсь тебе объяснять. В отличие от тебя, я человек дела, а не слов. Меня так и разбирает смех, когда я вспоминаю твои псевдофилософские экзерсисы. Ты, ведьмак, нас рассудит только время. Только оно покажет, кто человек, а кто чудовище. Что такое зло и как с ним справиться. У меня нет настроения разгадывать загадки. Или ты скажешь мне, из-за чего ты так озлобился, или мы простимся, причем довольно холодно. Извини меня, старые люди бывают раздражительными. Иногда мне говорят о твоих делах, и хотя я не всегда признаю твою правоту, но всегда слушаю эти рассказы с искренним интересом. И чем же я заслужил такой интерес со стороны великого магистра Ордена Пылающей Розы? Мне нравится знать все, что происходит в Тимерии. Только так я могу появляться в нужное время. В нужном месте. Да, кстати. Спасибо за помощь. Ты не человек. Но долг каждого рыцаря помогать всякому нуждающемуся. Это часть нашего кодекса. Звучит прекрасно. Очень жалко, что осталось так мало настоящих рыцарей. Честно говоря, я пока встретил только одного. Ты ошибаешься. Сожалею о твоей утраченной памяти. Я мог бы тебе напомнить кое-что. Я вижу, что Зигфрид счел своим рыцарским долгом доложить тебе подробности моей личной жизни. Опять ошибка. Зигфрид, сын Эйка из Денес-Лэ, никогда не сплетничает. Даже если бы он и должен был сказать мне, то это было бы только из чистого желания помочь тебе. Нет, у меня другие источники информации. И как имя этого источника? У нее много имен. И она капризна, как любовница. Догадываешься? Магия, ведьмак. Ты что-нибудь знаешь об Ордене? Орден — это идея. От основания до завершения наша миссия, наше видение, наша цель — новый мир. Новый порядок, который придет после белого хлада. Мир, в котором каждому будет воздаваться по заслугам, а не по праву рождения или связей. Мир, в котором сильный помогает слабому, а преступность наказывается по справедливости. Мир честных принципов и идеалов. Именно это представляет Орден. Ты знаешь, что любой может вступить в него. Крестьянин, купец даже, ведьмак. А рыцари не взимают плата за свою помощь. За благородные деяния они получают повышение. Я так понимаю, в план не включены нейтральные ведьмаки. Надеюсь, твое прекрасное видение не обратится в ночной кошмар. Надеюсь, когда пробьет наш час, ты все поймешь. Не смею задерживать. Однако не люблю быть обязанным людям. Ты оплатил свой долг. Не совсем понял. У нас нет времени. Ты мне ничего не должен. Конец отдыха! Стройся! Вы зима ждет! Прощай. А как же бойня? Я собираюсь в пещеру друидов. Моим пациентам нужны их лекарства. Я пойду с тобой. Не стоит. Вряд ли после этой бойни тут осталось много чудищ. А у тебя важные дела. Ладно. Увидимся. Бывай. Фух. Так. Ну и куда мне идти? Давайте смотреть. Во-первых, давайте посмотрим карту. Это у нас дорога в Старую Возиму. Пещера друидов. Пещера беженцев. Гробница ворона. Склеп стрыги. Пещера беженцев. Да, круто. Так. Это вернуться надо будет. Деньги. Куда-то сюда показывает. Так, непонятно. Я просто, наверное, здесь не пройду. Убегает. Убегает. Пусть убегает. Угу. Есть. Вот и вход в пещеру. Геральт. Ты достала лекарства, которые тебе нужны. Приходится ждать. Готовить лекарства еще сложнее, чем варить делье. Помощь нужна? Нет, я справлюсь. Иди, спасай мир. Доброго здоровья. Так. Так, главный королевский ловчий. Твоя репутация опережает тебя. То есть? Пять чудищ мертвые. Достойны награды. Этот рунный камень может тебе пригодиться. Он очень сильный. Я могу чем-то помочь. Говорят, опасные чудища. Завелись около склепа на болоте. Еще что-то знаешь? Поговаривают про огромную летучую мышь и про женщину-вампира. Можешь этим заняться? Что еще можешь рассказать? Спрашивай, ведьмак. Ты защищаешь изгнанников? Да. Возлюби ближнего своего. Ты поклоняешься вечному огню? Честно говоря, нет. Но я предусмотрителен. И несколько добрых дел мне не повредят. Прощай. Так. Блин, нет места снаряжения. Надо что-то съесть. Рунный камень, конечно, был лучше бы мне забрать. Да. Так. Ну, где ты, кузен? Давай. Ведьмак, нам нужно поговорить. Да. Ты был недавно в замке Фольтеста? Верно. Моя кузина Антуанетта мне ничего не передавала? Конечно. У меня есть кое-что для тебя от Антуанетты. Спасибо. Ты еще раз спасибо. Я найду этим деньгам хорошее применение. Так, и... Ага, еще двух. Еще двух. Это интересно, куда? Хм, на выход показывает. На выход. Ладно. Так, и куда же мне идти? Пещера беженцев. Ну, заходи же ты. Что ж вы, кузины, разбрелись по всему болоту? Видьма Геральт? Да. Это верно, что ты можешь появляться при дворе? Король нанял меня. Неважно. Я только хочу знать, не встречал ли ты там мою очаровательную кузину Антуанетту? Если ты ее встречал, то, думаю, у тебя есть кое-что для меня. Встречал. Вот твои деньги. Премного благодарен. Так. Следующий, наверное, опять где-нибудь. В другом месте. Так, а тут у нас есть проход? Нет. Завал. Так, в какую степь перебежать? Ну да. Здесь костер. Здесь склеп стрыги. Здесь гробница ворона. Так, ну давайте, наверное, выберем сначала вот сюда. Так, здесь не пройти. Обход. Ну, заходи же в склеп. Молодец. Гробница ворона. Кто же нас здесь ждет? Так. У нас тут темно вообще. Давайте выпьем кошечку. Я слышу голоса за этой стеной. Там что-то есть? Хм. Хм. Должно быть, вас послал вечный огонь, сударь. Как вы сюда попали, добрый человек? Я искал могилу ворона, великого воина, в которой хранятся несметные сокровища. Нашли что-нибудь? На меня напали ужасные монстры. Потом начался обвал, и меня чуть не засыпало. Если бы не вы, милздарь. Быстрее пока путь свободен. А я посмотрю, что там за монстры. Так, отлично. Мне, в общем, показывает налево. Ну, давайте налево и пройдемся. Хотя... Фледдер. Блин, зараза. Ну, давай, давай. Геральт. Отличненько. Так. Можно пройтись по останкам. Да ладно. Ах ты сволочь. Ну, Геральт, Геральт, ну. Фу. Еще один. Ну, блин. Фу. Сколько что у вас может быть-то, а? Долбаные призраки. Так, а здесь я все обыскал. Здесь вроде все. Да, надо будет как-нибудь переночевать. Воспользоваться костром. Так, в инвентарь давайте поедим. Так, чтобы еще съесть. У нас-то, в принципе-то, и еды мало. Так, что здесь еще один старый сундук. Так, вроде глухо. Предлагаю развести костер. Так, у нас есть таланты. Ух ты, один золотой. Повреждения, отражения удара, здоровье. Вот его, наверное, сюда используем. Отлично. Два серебряных. Так, давайте быструю атаку. Так, отлично. Что-нибудь сварганить. Типа ласточки. Да, есть, отлично. Только, правда, места нету. Так, так, так. Наверное, хватит. Давайте до рассвета. Так, съедим сыр. Заберем ласточку. Так, ласточки у нас здесь три сюда. И кошка. Кошка есть. Так, ну идем дальше. Отлично. Отлично. С фледерами расправились. Есть. Ооо, только призрака не хватало мне. Ох ты, сволочь. Ну давай, Геральт. Зараза. Зараза. Так, надо ласточку выпить. Призраки, самый отстой. Так, что у нас в этой комнатушке? Да ладно. Есть. И новый уровень. Так, ну это у нас склеп. Интересно, куда выведет? Куда-то дальше по коридору. Так, ладно. Ну давай же, Геральт, очухивайся. Что это? Фух. Так. Да чтоб вас всех! Фух, блин, как же с тобой тяжело, а! Тут ты меч не достаёшь, тут ты достаёшь обычное вместо серебряного, блин! Ой, как же ты тут тупишь, Геральт, боже ты мой! Нельзя быть таким тормозом, иначе погибнешь! Жесть какая-то, у меня даже уже не осталось, блин! Ласточка-то как? Ещё действует? Ещё действует! Так, а мне сюда! Так, надо что-то против оглушения использовать Но! Да что ж ты встал-то! Ой, как с тобой тяжело-то, блин! Боже ты мой! Да бей ты его в конце-то концов! Ещё и флэдером тут, да... Отчухайся ты уже, в конце-то концов! О-о-о-о, да! Кошмар! Господи, Геральт, да что ж ты такой тормоз-то, а? Я думал, блин, больше опыта умнее человек становится Он в итоге, наоборот, тупит! Ещё страшнее, чем до этого было! Кошмар! Ужас! Просто ужас! Там Василиска у нас ходит, ладно! Василиска не так страшен... Ой, опять тупит! Да господи ты, боже мой! Так, а есть что-нибудь у меня сожрать? Так, что ещё? Да больше ничего! Мясо только сырое, блин! И яйца! Больше жрать нечего! Вряд ли мне уже понадобятся эти яйца! Так, и мясо тоже сожрём! Кошмар! Как же он ступил! Это просто жесть какая-то, а! Так нельзя, Геральт! Ой, так нельзя! Да! Так Белый мёд Слезы же он... Это не надо, поцелуй! Кровотечение Мне бы что-нибудь от оглушения Хотя я могу использовать вот это вот масло Давайте нанесём На серебряный меч Ха-ха, два удара, блин! Молодец, молодец! Здесь покоится ведьмак, известный под именем Ворон Великий воин и защитник слабых Вечная ему память Записки Записки А где искать записки? Так, стоп А что у нас за записками-то? Всё видно Так, здесь я смогу выйти? Нет, вряд ли Зелёная плесень меня тоже не интересует Так, где моя карта? Ну, у нас только ещё здесь, да? Ход остался Давайте его изучать До конца уже Всё, смотрим О-о-о-о! Отлично Хорошо Склеп Тоже обыщем И ещё один склеп Так, что здесь? Здесь входа нет Так, ну вроде всё, обыскали Да 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 Можем возвращаться Так, а здесь? Отлично Так, всё со всеми Со всеми Так Так, здесь у нас проход Имеется Так Так, готов Блин, не могу взять Ладно Сейчас съедим Булочку съедим Булочку Сверя ДИНАМИИ Так, заканчиваем с флэдерами. Фух, да. Многовато их здесь было. Ну, ну собирай же ты. Ой, ё-моё. Ну, Геральт Тормас. Я тебя назову Геральт Тормас. Ты не рыцарь. Ты Геральт Тормас. Как же ты тормозить любишь, а? Просто какая-то жесть. Так, ну и остался что? Саркофаг. Меч из метеоритной стали. Повреждение 13%, критический 20%, точность 10%. Меняем. Так, ну всё. Вот теперь можно сказать, что мы всё полностью осмотрели. Да? Да. Можем выходить. Дорога к старой усадьбе. Пещера беженцев. Ну, по-моему, по заданию, да, вот с этими кузенами. Да, он как раз находится у нас здесь. Попробуем добежать. Так, вроде сейчас направо. Ну, и где вход в пещеру? А, вот он он. Ну, заходи же. Ну, в чём дело, Геральт? Блин, ну что же ты за тормоз-то такой? А, господи ты, боже мой! Собрал всю шушуру, которую только можно собрать, блин. А сюда забежать никак, ни да, ни фонтан. Ооо, кошмар. Так, отлично. Теперь ты там сможешь забежать в пещеру? Геральт, не тупи, а! Я тебя умоляю. Ну, кто ещё тут, блин? Плавон ещё один. Так, всё. Наконец-то. Фух, да. Тупит по-страшному наш дружок. Ну что, выполняем последнее. Последний у нас кузен здесь. Наконец-то. Антуанетта явно не торопилась. Где мои деньги? Кто ты такой? Кузен Антуанетты? Ты должно быть её посланник. Ты всех незнакомцев так приветствуешь. Ну, довольно игр. Никто в своём уме не пойдёт в болото в наши дни. Где мои деньги? К счастью есть. Вот. Спасибо. Наконец-то я смогу вернуться домой. Все кузены-близнецы. Почему они не могли находиться все в одном месте? Почему надо было именно в разных местах? Так, ну давайте. У нас тут есть таланты. Надо будет их потратить. Один золотой. Два серебряных. И один бронзовый. Так, здесь сопротивление ранам плюс 25%. Здоровье плюс 20%. Вот мы сейчас вот это выучим. Так, по серебряным. Так, групповой всё. Зловещий удар. Так, ну и здесь. Кровопотери 20%. Повреждение 30%. Так, давайте. Повреждение 30%. Отлично. Дневник. Этот дневник мне пока не надо. Алхимия. Так, давайте сварим кошечку. Потому что у меня её уже не осталось совсем. Так, будет брошена на землю. Ну круто. Круто. Ладно, отдыхаем до рассвета. Ну что же, дорогие друзья. На сегодня это всё. Подписывайтесь на канал. Ставьте лайки. Пишите комментарии. Вступайте в группу ВКонтакте. Все ссылки под видео. С вами был Зарбабай. Спасибо за просмотр. Увидимся в следующих прохождениях. Всем пока.